Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором всегда есть что посмотреть по танкам. И разработчики выложили рулеточку на танк 8 уровня. Причем неизвестно, что вам достанется, потому что главная награда здесь сертификат, из которого, да, действительно вы можете забрать себе восьмерку, но только стоит отметить, что восьмерки здесь абсолютно разные по годности и, соответственно, по цене, за которую их продают. Но, допустим, WZM112-2 вполне спокойно можно периодически в индивидуальных предложениях приобрести себе за, допустим, 5,5 тысяч с учетом легендарного внешнего вида и всякого рода ништячков в комплекте. Также можно приобрести себе Лёву в составе крутого набора за 5,5 тысяч. Тот же самый O47 вообще никто не хотел покупать в целом, кроме коллекционеров, за те же самые 4,5 тысячи в свое время. Ну и также есть тут тачки, которые мало производят впечатления, а кто-то действительно впечатление производит. Короче говоря, по ценникам данные машины разные, но все-таки так или иначе стоит отметить, что максимальная цена за машину в голом состоянии, а именно в таком состоянии вы из сертификата восьмерку заберете, составляет не более 8,5 тысяч, даже за самую годную и какую-нибудь самую редкую. Поэтому, ребят, в отношении прокрута данной рулетки, стоит хорошенько подумать, хотите ли вы доставать этого кота из мешка и сколько вы готовы за него отдать. Стоит отметить, что сама рулетка в целом, я бы не сказал, что прям совсем дорогая. Полностью все 18 прокрутов обойдутся в 13 798 голды. Давайте округлим до 13 800. Я собираюсь покрутить данную рулетку и посмотрим, что из этого получится. Есть здесь несколько контейнеров, собери их все, мистические. Также можете взять себе атрибутик ангара из этого ящика. Ну и плюс к тому, такие вещи, как контейнер с анимированным аватаром подойдет только любителям, ну прям совсем заядлым аватарщиков в нашей игре. А что касается контейнера с обвесами, то здесь есть как обвесы интересные, так и те, которые тоже особого впечатления не производят. Ну, по крайней мере, на меня, допустим, не производит впечатление такой обвес, как вот этот вот анимированный прожектор эмоциональный. Хотя эмоции там фиг разглядишь. В общем, есть на любителей красоты, есть на любителей пощекотать себе нервы, но и самое главное, что прокруты в целом не сильно дорогие, поэтому можно поиграться, допустим, до восьмого прокрута, если ничего годного не забрали, на этом успокоиться и пойти дальше, ждать свою восьмерку желанную на продаже в магазине, там, где вы просто зайдете и купите интересующий вас дан. Сейчас маленькое отступление для тех ребят, которых интересует войти в клан, который будет однозначно успешным и спокойно пройдет клановый ивент, и забирать себе можно будет не только одну годную девяточку коллекционную, которую закинут в игру буквально уже со дня на день. Это информация для тех ребят, которые принимали участие в голосовании за создание клана, в который можно будет зайти за пожертвование в размере от 100 гривен, и сумма эта будет направлена на развитие канала, на проведение розыгрыша и подобных сабантуйчиков для зрителей и подписчиков. Порядка 30% ребят проголосовало за то, что они готовы сделать это пожертвование за возможность попасть в один из моих кланов, но только не те 7 кланов, которые я организовал ранее, и там абсолютно спокойно ребята все попадали в порядке живой очереди, ни с кого ничего не вымогаю, как тогда не просил ничего, так и сейчас не прошу с этих игроков, и все эти 7 кланов являются вполне себе успешными и закрывают недели полностью. Поэтому эта информация для тех ребят, которые готовы войти в клан, который я создам буквально на днях, получая от вас ваши заявочки. Как это сделать? Все очень просто. В описании к данному видео вы найдете ссылку, по которой можете отправить свое пожертвование на развитие канала, и обязательно укажите свой игровой никнейм на Евросервере. Я, в свою очередь, вам на игровой никнейм ваш отправлю правила кланов. У всех моих кланов правила одинаковые, и их придется соблюдать, даже несмотря на то, что здесь вход в клан предусмотрен за пожертвование. Получаете правила клана, высказываете свое согласие, исполнять данные правила, ну и милости просим, ваша заявка будет одобрена. Название клана не говорю, и вы его в поиске не найдете. Поэтому, друзья мои, эта информация только для тех ребят, которые донатят и готовы им заплатить за присутствие в качественном, хорошем, успешном клане. Ну что, ребят, давайте начинать крутить. Поехали, поехали. 50 голды. И что мы получаем? Кручу на твинке. На основном аккаунте не вижу смысла, потому что большинство восьмерок из списка сертификата у меня в коллекции есть. И пытаться достать ту машину, которой у меня нет, ну это прям совсем играться с судьбой. Ну а в моем случае просто слить голду в никуда, поэтому кручу на твинке и посмотрим, что с этого получится. Так, по талисманам собери их все. Мне надо еще 5 штук. И что-то мне кажется, что с этой рулетки я, может, их и соберу, но очень сильно в этом сомневаюсь, потому что шансы у меня гораздо выше забрать себе 3 раза по 500, простите, по 50 тысяч серебра. Если бы по 500 косарей было бы неплохо, конечно. Ну, либо по 5,5 тысяч свободки. Стоит, кстати, отметить по поводу свободки, что в данном конкретном случае разработчики не пожадничали и вместо привычных нам 2000 свободного опыта положили целых 5,5. Ну, здесь я считаю, что можно поставить галочку в виде «Ребята-разработчики молодцы». Открываем «Собери все». Если сейчас выбью какую-нибудь машину, то однозначно пойду до конца, потому что это действительно будет иметь смысл. И в таком случае я за ценник рулетки получу себе целых 2 машины вместо одной гарантированной по сертификату. Но, как видите, пока не сильно. Пока не сильно игра меня радует, не сильно жалует, дает всякую мелочевку. Ну и, в принципе, вот так. Осталось еще 2 талисмана золота для того, чтобы косарь себе вернуть. Так, вроде бы открыл все. Едем дальше. 175 золота. Не буду сейчас ничего говорить для того, чтобы не сглазить, потому что каждый раз, как я говорю, что вроде бы неплохо дает, мне сразу игра выкидывает самое пустышное, что есть в какой-либо рулетке. Пока вроде бы не сглазил. Бог с ним. 5,5 тысяч свободного опыта за 175 голды. Ну, окей. Хорошо, в принципе. Ну, вот вам, пожалуйста. Сглазил таки. Ну, говорил сам себе. ГСН, молчи. Не говори ничего на эту тему, дабы ничего плохого не произошло. И вот вам, пожалуйста. По-моему, меня рулетка услышала. Еще раз. Еще раз. Блин. Да ну что ж такое. 500 золота. Ну давай, не жмоться. Дай главную награду. Давай. Ё. Моё. Да что ж такое-то. Один голдовый даст что-то годное. Ну, в принципе, за один голдовый, что бы сейчас не дало, кроме вот этих двух контейнеров, я буду доволен. Ну. Класс. Атрибут ангара. Открываем. Че получу? Чем приукрашу свой твинковый аккаунт? Во. Вообще прикольно. Мотоцикл дала. Слушайте. Ожидал худшего. Мотоцикл мне нравится. Красивенький, симпатичненький. Надо будет его водрузить на законное место. 750 голды. Ну. Давай, порадуй меня. Блин. Ну, не могу сказать. Не могу сказать, что сейчас меня это порадовало. 950 золотом. Ну, давай. Три собери их все. Ну, окей, хорошо. Верну себе косарь золота. Уже неплохо. Забираем. Открываем. Сразу косарь золота. Что вместе с ним? А вместе с ним большое ничего. Ну, ладно. Хорошо. Открываем еще один. Тоже ничего. Ладно. Че-то как-то собери их все. Не фартит. Хотя, вообще, в принципе, собери их всех. Фартит крайне редко. И что-то годное оттуда выпадает. Ну, прям совсем раз в пятилетку. Хотя, порой падает. Порой падает. И мне писали ребята в комментариях о том, что из собери их все доставали себе даже коллекционные десятки. Я лично этому очень сильно удивлен. Мне такого везения игра почему-то не предоставляет. Анимированный аватар. Боже мой, какая прелесть. Прям действительно стоило потратить такую сумму золота для того, чтобы забрать себе этот аватарчик. Ну, блин, да что ж такое-то, а? Ну, дайте сертификат. Не хочу я крутить ее до финиша. Нет у меня такого желания. Так, еще два. Окей. Если я правильно понимаю, то я сейчас смогу еще открыть контейнер второго уровня. Там мало ли, мало ли мне выпадет что-нибудь, что я смогу продать за золото. Я имею в виду анимированный аватар. Либо тот же самый фон профиля, который жирно стоит по голде. Так, мистический контейнер второго уровня. Ну, давай не подкачай. 10% шанс выпадения мистика. Ну, давай мистик. Ага, да. Игра мне говорит, гсн сопли под отри. Хорош мечтать. Возвращайся в реальность. Я все-таки рулетка, а не раздача халявы и игровых ценностей на дурняк. Ну, какая прелесть. Контейнер с обвесом. Не знаю, стоило оно того или нет. Но, нет, не стоило. Теслаган явно не стоит этих денег. Как ни крути. Едем дальше. В принципе, пока упал не сильно. Не сильно вниз, но каждый прокрут начинает все больнее и больнее бить по золотой копилке. Просто жесть. Просто жесть. Короче, понимаю для себя, что ничего годного не получится, пока не открою сертификат. А когда открою сертификат, что-то мне подсказывает, что я даже успею расстроиться. Потому что, скорее всего, восьмерка, которую я получу, еще и будет присутствовать в ангаре. Это будет последний, так сказать, гвоздь в гробу этой рулетки. По крайней мере, для меня. Ну, блин. Ну, почему? Ну, так не должно быть на свете. Ну. Е-мое. Да ну, прикалывайтесь. 400 свободки и 50 тысяч кредитов. Да я их быстрее, блин, в боях заработаю за 2-3 катки. Какой кошмар, блин, происходит. Ребят, пишите свое мнение по поводу того, считаете ли вы данную рулетку целесообразной к прокруту до финиша. Ну, не знаю. Я, честно говоря, больше, чем уверен, что она того не стоит. Все. Вот и все, ребят. На этом, на этом, в принципе, большой привет, большое до свидания. 2500 золота я сейчас отдам за вот этот вот зеленый чемоданчик. И на финише заберу себе сертификат. Вот вам, пожалуйста. Что получаю? Давай мне 10 боев для того, чтобы один получить, собери их все. Нет? Я удивлен. Что здесь? Один контейнер мне игра за 2500 голды предлагает. Причем не просто я его могу взять и открыть. А мне еще и надо победить в 15 боях за отведенное время. Я в шоке. Да эти, блин, 2500 голды, по-моему, жалко было бы отдавать даже просто за сам контейнер. Ну все. Дошли до финиша. Слили четко по рулетке 13798, минус 1000, которая мне вернулась. 12800 обошелся мне этот сертификат. Что я из него получаю за свои 12800? Да что бы ни получил, кроме Калибана, оно того не стоило. WZ-121GFT. На основном аккаунте у меня есть. На твинке у меня его нет. И на аукционе его покупали не сильно охотно, но раскупили за 10 тысяч золота. Короче говоря, ребят, мое скромное мнение. Не стоит, не стоит, ребят, данная рулетка того, чтобы крутить ее до финиша. Вы же самостоятельно принимаете решение, стоит оно того или не стоит. Мое дело показать реальные шансы выпадения чего-либо и показать вам, каким все есть на самом деле в этой игре. Если вы за честность, подписывайтесь на канал. Если вы хотите попасть в качественный активный клан и готовы поддержать финансово канал в его развитии, что делать, вы знаете. Жду ваших заявок. Ну а я пошел снимать следующее видео. Специально для вас. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.